Я в Китае был около 10 раз и всегда там видел своих друзей, товарищей и коллег. Я искренне от души вас приветствую и поздравляю с посещением нашей Государственной Думы и очень рад нашей деловой встрече. За последние 25 лет я встречался со всеми вашими руководителями, был в крупнейших провинциях. Дзянзимином вместе мы в Москве посещали мемориальные места, были у Толстого нашу великую писателя в гостях и вместе пели подмосковные вечера. Он учился в нашей стране, хорошо говорил по-русски и многое сделал для укрепления российско-китайских отношений. В Худзиньтау мы подписывали договор о взаимодействии наших партий и после этого рабочие контакты взаимодействия стало на самом высоком уровне. С Сидиньпинем мы познакомились, когда он углавлял Шанхай, крупнейший город на планете, а вместе с ним договорились о подписании меморандума взаимодействия Компартии Китая и нашей Компартии. У меня в Китае вышла целая серия крупных работ в хорошем переводе на китайский язык, вышла моя книга о глобализации и судьбе человечества. Я считал и считаю, что наши стратегические отношения имеют исключительно важное значение и в прошлом, и в настоящее. Хочу вам напомнить, что мы вместе с вами победили германский фашизм и японский милитаризм. Наши страны понесли самые большие потери. Потери почти 30 миллионов лучших сынов и дочерей России, советской страны и Китая полегли на полях сражений. Мы вместе восстанавливали порушенные войной хозяйства. Я видел распоряжение Сталина о строительстве 156 предприятий, крупнейших в Китае, начиная с автомобильного завода и тракторного, кончая предприятиями, которые производили различного рода продукцию для машиностроительного комплекса и радиотехнической промышленности. Наша история имеет более чем тысячелетние традиции, поэтому мы лучше понимаем друг друга. Я считал и считаю, что Россия имеет возможность развивать свои отношения активно как на Западе, так и на Востоке. Сегодня эти отношения носят характер стратегического партнерства. Недавно президент Путин вручил нашу высшую награду Си Дзиньпине. Я присутствовал на этой встрече, поздравил председателя Китайской Народной Республики и пригласил вашу делегацию на 100-летие Великого Октября. В этом году исполняется 100 лет, как Ленин и партия большевиков совершили в нашей стране революцию. Исполняется в начале ноября, и к нам приедут 150 делегаций для того, чтобы отметить это великое историческое событие. Я регулярно отвечаю на вопросы ваших ведущих информационных газет, агентств и телевидения. Вот сейчас, сегодня утром подготовил ответы на вопросы в связи с предстоящим в октябре месяце 19-м съездом Компартии Китая, который подведет итоги развития страны в последнем пятилетии. Хочу прямо вам сказать, что реформы Дэн Сиапина, архитектора Великого Китайского Чуда, оказались продолжением ленинско-сталинской модернизации и имеют такой же колоссальный успех. Ленинско-сталинская модернизация советской страны за 20 предвоенных лет увеличила мощь нашей державы в 70 раз. Страна, которая проиграла Первую мировую войну и погрязла в гражданских мердоусобицах, под руководством партии коммунистов на глазах превратилась в ведущую державу мира. И мы сумели создать все виды суперсовременной промышленности, сумели обеспечить победу над силами фашизма, сумели первыми прорваться в космос, создать с американцами ракетно-ядерный паритет, который уберег планету от большой мировой войны. Но хочу вам, как деловым людям и политикам, напомнить, за 200 лет капитализма было 12 тяжелых финансо-экономических кризисов. Два кризиса системных в прошлом веке закончились двумя мировыми войнами. Из Первой мировой войны мир вытащил в Великий Октябрь создание Советского Союза, что обеспечило баланс, равновесие и затем победу над фашизмом. А из второго кризиса наша совместная победа над фашизмом и японским милитаризмом, что позволило создать и Китайскую Народную Республику, и реализовать ваши стратегические планы. Я должен сказать, что идеи Си Цзиньпиня о китайской мечте, и двух столетиях, к которым вы готовитесь, в 21-м году будет столетие создания Компартии Китая, а в 48-м году будет столетие Китайской Народной Республики. Я должен сказать, что у вас великолепные планы, которые успешно выполняются. Это план создания среднезажиточного общества и стратегический план создания развитого, современного, гармоничного, очень эффективного, модернизированного общества. Я должен сказать, что за последние 25 лет, наблюдая, как вы развиваетесь, я абсолютно уверен, что вы с этой стратегической задачей справитесь. Правда, сегодня над всеми нами нависла новая уроза, и мы должны ее понимать и чувствовать. В 2008 году в цитадели империализма в Соединенных Штатах, в Новом Стрите, главном деловом центре, разыгрался новый третий системный мировой кризис. В эту яму провалилось почти 200 стран. И мир от полного обвала удержал Китай и ваша экономика, которая динамично развивается. За последние 30 лет вы дали средние темпы роста в пределах 10-11%, и сейчас не опускаетесь ниже 6%, что является, по сути дела, мировым рекордом. Вот ваша экономика, устойчивость, высокие темпы и модернизации, которые вы провели по реформам Дэн Сяпина, позволили удержать мир на очень шаткой грани, которой он оказался за последние 5 лет. Из кризиса этого мы еще не выбрались. Америку, вы видите, лихорадить. На корейском полуострове возникли большие трудности и проблемы. Не дай бог, чтобы там разоразилась война, которая неизберно втянет все соседние государства. Поэтому не случайно и наш президент Путин, и председатель Си Дин Пин предложили программу замораживания с обеих сторон. С одной стороны, замораживание корейской ядерной программы, а с другой стороны, замораживание американских учений и всего провокационного, что они организуют в том районе. Что касается нашей страны, мы подготовили свою программу. Называется она «10 шагов достойной жизни». Наша программа пользуется широкой народной поддержкой. На прошедших выборах наша партия укрепила свои позиции и в Дальневосточном регионе, и в Сибири, и на Алтае, и на Волге, на Северном Кавказе. Мы активно трудимся и развиваемся. У нас на сегодня почти 9 тысяч депутатов разного уровня. Активно работают, возглавляют наши депутаты, ключевые комитеты в Государственной Думе. Николай Михайлович – комитет, который занимается Дальним Востоком, северными территориями. Мои коллеги возглавляют Кашин Академик, возглавляют аграрную политику. Мельников – мой первый зам. Первый зам председателя Государственной Думы занимается наукой, образованием, международными делами. В целом мы свою позицию отстаиваем не просто на выборах. У нас довольно развитая детская пионерская организация, хорошая комсомольская организация, крупная научная школа. Во фракции в Думе работает нобелевский лауреат Жарес Алферов, один из самых талантливых ученых в мире, который в этом зале выступал с целой серией талантливых лекций. На этих лекциях яблоку негде было упасть, как говорят по-русски. Зал ломился от студентов, молодежи. Почему? Потому что это выступал гений, блестяще знающий современную энергетику и возглавляющий соответствующую комиссию. В ближайшее время нам с вами брошены серьезные вызовы. Вызов первый. Глубокий раскол в мире на богатых и бедных. На планете уже каждому четвертому не хватает куска свежего хлеба и каждому второму стакана чистой воды. Проблемы экологии и бедности стали чрезмерно острыми. Когда мы впервые полетели в космос и вышли в космос наши космонавты Гагарин, Леонов, в нашей фракции Эдвард и Герой Советского Союза, Советская, первая женщина, которая вышла в космос, то тогда у человечества появилась надежда, что мы за счет техники науки преодолеем все трудности. В 1966 году в Вашингтоне собралась международная крупнейшая конференция, где человечество обязалось к 2000 году победить бедность, болезни, каждому дать жилье, решить почти социальные проблемы. Оно надеялось, что капитализм и новая техника позволят решить эти проблемы. Когда спустя почти 35 лет собрались снова на сессии ООН, то вдруг оказалось, на первом месте по-прежнему бедность среди проблем, на втором месте болезни, появились новые болезни, с которыми не знают, что делать, на третьем месте была плохая экология, на девятом месте из десяти опасностей был терроризм. Прошло еще 15 лет. В прошлом году собрались, терроризм ворвался в первую тройку главных опасностей на планете. Итак, бедность, терроризм и болезни. Я сделал давно вывод и в своих научных трудах, и в книгах, которые у вас изданы, что общественная система, именуемая капитализм, не решит ни одной социальной проблемы и задачи. Или найдем ответы на пути обновленного социализма, а опыт Китая по строению социализма с китайской спецификой отвечает на эти вопросы. Вы сумели вывести из полной нищеты почти 700 миллионов человек. Вы сумели создать современную промышленность и все ее виды. Вы сегодня прорвались в космос и создали новые станции. Вы построили недавно самый крупный телескоп в мире и готовите программу освоения Луны. Это делает вам честь и честь Компартии Китая, которая готовится к своему съезду и наметила новые программы. Еще раз хочу подтвердить наше глубокое уважение к вашему опыту, заинтересованность в тесном стратегическом партнерстве наших стран и в тесном взаимодействии и реализации совместного меморандума, который Компартия Китая и Компартия России подписали два года назад и успешно выполняют. Я уверен, что ваше пребывание в нашей стране и учеба, которой вы занимаетесь, даст новый толчок к тесному взаимодействию и партнерству. Я желаю вам всем успехов и благодарю за внимание.